Друзья, это жизнь. Я не хочу ходить с блокнотом, с калькулятором по магазину. Всем доброе утро. Приехали ребенку заказать праздник. Детское кафе. А оно закрыто. Мы тут уже праздновали у ее подружки день рождения. Так что... Закрыто. Будем после обеда, когда приедем. Заехали в школу. Узнать дату, когда нам идти. На 1 сентября, либо 2 сентября. Сейчас узнаем, когда нам уже в школу идти. В общем, забавно. Дети идут не 1 сентября. Дети идут 4 сентября в школу. Так что... Пойдем 4 сентября. Как и обещал, сейчас покажу, что можно купить на 100 злотых. На семью из 4 человек. Ну, может, плюс-минус больше. Так что... Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Не хотелось просто ходить и снимать калькулятор, как я считаю, как я добавляю, потому что это нудно, это долго, зачем? Я в любом случае покажу, что мы купили на эти 187 злотых, вы увидите настолько это всего много, настолько там и мясо, ну в общем очень много всего взяли, так что вы уж извиняйте, на 100 не получилось скупиться, но на 187 мы скупились, это на 74 человек, и я думаю нам этих продуктов, ну долго хватит, причем там еще борщ будет, и кюфтели будут вариться, и макароны мы купили, то есть, ну неделю точно мы сможем на эти продукты прожить, это 300, 300-500 процентов, так что скоро покажу, что мы именно купили, ну и прокомментируем. Ну что, узнали мы, сколько стоит заказать день рождения ребенку, очень даже хорошо, 350 злотых, 350 злотых, а сколько это в долларах, да, чуть меньше 100 долларов, долларов 80, ну да, где-то там. Торт, плюс для родителей, какой-то сладкий стол нужно сделать, ну нормально, отлично, долларов 200 вложимся. Обязательно, можно еще найти питков с собой. Что очень-очень-очень красиво здесь, мы тут уже были, мы уже день рождения подружки Аниной праздновали, так что Ани тоже здесь отпраздновали. Площадка детская очень такая классная, причем она не очень большая, а такая довольно комфортная, можно увидеть. Идите под присмотр. Итак, в общем, давайте я покажу, что мы купили на 187 злотых. Вы уж извините, что на 100 не получилось скупиться, как я обещал, но, друзья, это жизнь, как бы я не хочу ходить с блокнотом, с калькулятором по магазину, считать каждую копейку. То есть, есть кадры, я покажу, что из магазина, но мы не ходим так, мы так каждый день не ходим с калькулятором и с блокнотом. А мы пришли, что нужно купили, ну и все, и поехали домой. Ну вот, собственно, так и получилось, что сегодня на 187 злотых мы и скупились. Ну что купили, купили вот такую приправу для котлет, очень вкусную. Это вот хлопский гарник, это еще что-то, гуляж, ну это все очень вкусно. Мак, сахар мелкий, вот такие сосиски в рассоле, мука, детям взяли вот такие вот на завтраки, печеньки, бумага, салфетки две пачки, пачку чипсов большую, взяли лосось на завтрак салатный. Тоже очень вкусный, сок лайма натуральный, вода, 6 бутылок, мороженое Манхэттен, взяли вот такую краковскую колбаску сухую, взяли вот такого мяса на завтраки, такого сыра взяли Хохланд Трио, сметана, творог в таких вот коробочках, две коробки, огурец, макарошки вот такие, зелень есть у нас. Ну это помидорки, картошка, капуста, два буряка, гречневая каша, рис, пачку риса, масло, три зерна, шипарк, лен и дыни. Курицы, взяли мы 554 грамма на 8,86. Взяли спагетти, тоже борила в акции, тоже где-нибудь в углу покажу, какая цена была на них. Ну, собственно, и все. Вот все, что мы взяли на 187 злотых. Еще у нас мы брали две сосиски в тесте и бутылку пол-литровую пепси. Вот и получилось 187 злотых. Так что, помните, что это на четверых, это не на двоих. Много видео есть с Польши, которые ребята показывают, что можно купить на 100 злотых. Ну там либо один человек покупает, либо на двоих. У нас семья из четырех человек, и потому я вам показал, что мы покупаем на четверых. Вот так. Ну что другое, ну, пока я не очень доволен тем интернетом, который здесь у меня есть. Нашел компанию, называется Нетти. Это не реклама, то есть я еще не знаю, что я буду делать обзор. Сейчас приедет интернет, и я сделаю обзор на качество именно интернета. Это именно для таких районов, как у меня, где нет возможности провести оптиковолокно, а только 4G. То есть у меня сейчас в доме стоит 4G от T-Mobile, 4G стоит Orange, и вот хочу Нетти протестировать. Плюс есть 14 дней у меня, чтобы его подключить, протестировать, понять, работает или не работает. Если все хреново, то можно его обратно вернуть в компанию. Так вот, что очень хорошо, в Нетти мне не нужно никуда ходить. То есть я оставляю заявку на сайте, мне перезванивает менеджер. Правда, забавная ситуация была, мне раз 5, наверное, или 7 перезвонили. Ну, не суть. Молодцы ребята работают, стараются. То есть они перезванивают, берут ваши контакты, записывают данные паспорта и высылают к вам курьера, что очень-очень важно. Приезжает курьер с пакетом документов, с договором, очень важно. Он достает этот договор, вы при нем его подписываете и отдаете курьеру. Курьер отвозит в компанию этот договор и они уже другим курьером присылают вам все оборудование, инструкции, все оборудование, как подключить интернет 4G, то есть LTE. Плюс еще я у них заказал мобильную связь. Мобильная связь у них стоит 29 злотых, ну 29,90 в месяц. Но туда входит абсолютный безлимит по всей Польше, на любых операторов, на стационарные и домашние безлимит, плюс 10 гигабайтов интернета, что меня очень-очень порадовало. 10 гигов для телефона, это нормально. Теперь других операторов. Я, допустим, пользуюсь, у меня жена пользуется T-Mobile, у нее тоже безлимит, мы платим 20 злотых в месяц. У меня Haya, я только приехал сюда и сразу же подключил Haya, до сих пор не пользуюсь. В принципе, то же самое получается, 20-30 злотых я оплачу, но у меня там нет полного безлимита, я покупаю минуты и 3 гигабайта интернета. В общем, что касается мобильной связи, ну тут нет четких каких-то критериев по ней. Есть еще Play, есть очень-очень много сейчас операторов. Тут в зависимости от для чего вам нужен мобильный телефон и мобильный оператор, мобильная связь. Если звонить, допустим, по Польше, то можно любого брать, там у всех есть безлимиты, у всех есть классный тариф. Если звонить на Украину, в Россию, в Беларусь, то лучше зайти в салоны связи и поспрашивать, потому что есть очень много пакетов. У нас было на Тимобайле, были звонки на Украину, для Украины, можно было подключить 3 номера, по-моему, Киевстара. И можно было звонить бесплатно, там, в течение месяца полчаса. То есть, в принципе, тоже удобно. Есть у Play, у Orange есть, и мобайл есть. Что еще есть? В общем, очень-очень много. Здесь вы сами для себя выберете. Я еще буду делать какие-то обзоры, потому что планирую для компании купить тоже мобильную связь. Вот, допустим, Orange, я знаю, у меня есть знакомый Роман, вы о нем уже знаете, то есть, которому я видео делал на предприятии. Такого у него в офисе стоит Internet Orange, и к этому интернету еще дополнительно бесплатно есть за 1 грош, по-моему, или вообще бесплатно 2 мобильных телефона. То есть, опять же, звонить безлимитный, звонки он только платит за интернет. Так что, и плюс, я не хочу сейчас прям делать обзор, потому что, возможно, через месяц, через 2 что-то уже поменяется. И будут другие тарифы, будут другие условия. Так что, мой вам совет, приезжайте сюда, выбирайте тот интернет или ту мобильную связь, которая вам нужна. Нужны звонки за границу, походите, поспрашивайте, узнайте. Если нужны внутри сети, их, в принципе, можно брать любую мобильную связь и нормально работать. Так что, скоро сделаю обзор на IT, то есть, сказали, дня через 3-4 привезут мне оборудование. Я подключу и заодно сделаю обзор этой компании, какой у них интернет, хороший или плохой. Тиму Апелл мне не очень понравился. Возможно, из-за модема, роутера, я вообще пока не знаю. То есть, буду еще проверять. Но, пока я не очень доволен. Оранж, ну, в общем, тоже оставлю без комментариев. В общем, вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok